Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Tepico 2011 года выпуска На этом автомобиле у меня стоит Xenon Не штатный Xenon Стоит корейский, но не Xiaomi, а стоит Ну, не важно, забыл название Для того, чтобы сменить лампу, у меня потухла одна лампа Одна фара не разжигается Перегорела лампа Сначала перегорела одна, потом перегорела другая Лампы здесь стоят Silverstar Отработали они у меня получается больше 4 лет Xenon поставил сразу Как только автомобиль приобрел Это больше 5 лет назад Сразу поставил Xenon Кто-то будет говорить, что он там слепит Мешает встречному транспорту Уверенно скажу На этой оптике он не слепит Здесь линзы и они рисуют рисунок Нормальный Встречный автомобиль за все время Ни разу не моргнул Поэтому Объяснил сразу, почему и как Ну, чтобы сменить лампы у меня Блоки я прикрепил снизу на фару Мне надо для этого снять фару Чтобы снять фару Мы сейчас поднимаем Капот И снимаем вот эту планку Эта планка у нас крепится На 6 клипсах Снимаем эти клипсы И снимем эту планочку Для чего мы ее снимаем С этой стороны На правой фаре У нас болт Под этой планкой находится Вот здесь снизу Болт крепит фару Получается фара крепится На трех болтах Один снизу И два сверху Снимаем планочку Кипсы эти Солдатики у нас Не давя на них Можно Аккуратненько выкрутить Но когда они уже снимались Их надо поддевать Для этого лучше всего взять Чтоб еще раз ее использовать Лезвие от ножа Берем лезвие от ножа И сбоку вот здесь вот подсовываем И после этого уже начинаем Выкручивать солдатик Оно легко приподнимается Все Клипсы мы можем Выдергивать Вот такая вот клипса Диаметр ее По-моему шестерочка Сейчас замерю Скажу какой диаметр Да Диаметр 6 миллиметров Поэтому если кому-то надо будет заменить Уже будете знать Что надо клипс убрать 6-ти миллиметровую Снимаем остальные клипсы Снял Все клипсы Поднимаем Поднимаем Планку И вот здесь мы видим Наш саморез Так выкрутили Три самореза Вернее это даже не саморезы Это болты И снимаем Достаточно Вот здесь еще направляющая есть Аккуратненько Чтоб ее не сломать Стягиваем с нее Все Сошла Фара выходит легко У меня из-за того что снизу блок Ее приходится поднимать Теперь снимаем здесь Лампочку поворота Я целиком с патроном снимаю И снимаем разъем Подключение фары Разъем Вот он Сверху Нажимаем на фиксатор И снимаем Все Фара снята Вот он блок у меня на фаре Лампа стоит здесь 5000 кельвинов Ближний свет здесь H7 Дальний H1 Здесь снизу просверлил В корпусе отверстие И получается Лампочку уже Провел Через это отверстие Силиконовая заглушка Не дает грязи туда попадать Поэтому фара остается чистой Снимаем лампу И отключаем ее Для этого вот он фиксатор Нажимаем его Отводим в бок Все Лампа у нас разблокирована Единственное Что здесь провода натянуты Держат лампу Подключается она внутри Вот на этот разъем Вот она Штатные разъемы Здесь не трогаются Остались Нетронутыми Целые Вот он Вот она лампа Теперь мы отключаем Здесь Вот разъем Самой лампы И вот разъем Этих проводов Которые идут на питание Лампа 5000 кервинов Здесь пометки не осталось Какого она года Вставил я в 2012 году Пометки не осталось Берем новую лампу Вот новую лампу Вставляем на место Сразу В гнездо ее И защелкиваем на место Все Лампа у нас стоит Теперь Выводим оба патрона Через отверстие И потом уже Силиконовую заглушку Выводим туда же Герметизируем Крит�-вови Критм Уж�у К отверстие Получается отверстие сделал далековато, провода короткие, поэтому заглушку немножко неудобно. Ее надо было ближе подтянуть сюда. Вот так вот подтянул. Теперь в эту заглушку заводим провода питания в отверстия. Питание здесь также штатное, черное на черный провод, красный провод здесь получается на вторую сторону. Все прячем и закрываем. Подключаем здесь наше питание. И фиксируем через капроновый хомут. Я его рвать не стал, поэтому я через него же и одену. Все. Вот таким образом я установил сверху эти провода. Сейчас двину в сторону, что установлен ксенон, не видно. Устанавливаем на автомобиль. Подключаем наш разъем. И вставляем лампу поворота. Заводим фару. И прикручиваем ее. Вот так вот. здесь вот если видно кронштейн лопнул он лопнутый и с одной стороны и с другой стороны это не от того что ее перетянули затянуто было не сильно но лопнули оба и одновременно все фара работает то и есть замечательно обе ламп у нас работают эта лампа получается новая цвет у ней пока немножко другой день-два она поработает и цвет она поменяет будет такой же белый 5000 к сейчас устанавливаем эту нашу накладочку заводится она вот здесь такие защелочки поэтому она заводится как как бы на решетку заводится чтобы не давить ее не сломать ложится легко старые клипсы берем немножко так вот усики поджимаем и заводим их в диаметр чтобы усики по бокам не разошлись вставляем все а уже потом будем фиксировать и фиксируем можно путем нажатия можно вкручивать которые не вталкиваются значит какой-то из усиков лег неровно вытаскиваем и перевставляем вот так вот все замену лампочки мы произвели штатные лампы у кого не штатный ксенон а обычные лампы накаливания стоят путем снятия фары заменить легче по крайней мере вот с левой стороны с правой стороны у нас мешает бачок стеклоомывающей жидкости поэтому я считаю легче снять фару и заменить аккуратно чем лазить и мучиться и пытаться что-то просунуть и возможно даже бывает отламывают заливную горловину бачок стеклоомывателя на этом все всего вам доброго вот так вот вот так вот